Полы у нас сгнившие, на самом деле они 64 года не менялись. Вплоть до конца разобрали их, все отремонтировали, все сделали. Чтобы было легче подобраться, пришлось отрезать радиаторы от системы отопления. Гульсум Мингазова из 64 лет существования 10-й школы работает в ней 44 года. И о ней она знает все, вплоть до последнего закутка. Еще лучше отслеживать обстановку помогут больше 70 камер. Это школа, где у нас нет гуляющих, не посещающих школу детей. Поэтому если какой-то ребенок на какой-то урок не заходит, для нас это ЧП. Для нашей школы это ЧП. В этом сезоне федерального проекта участвуют 14 школ района. Больше 500 миллионов почти поровну поделили между собой городские и сельские школы. Чтобы не растягивать ремонт, строители на некоторых объектах приступили к работам в начале февраля. Во всех школах начался капитальный ремонт примерно с 1 февраля. Да, сложности были, не отрицаю, были сложности. Никому неприятно, когда ребенок учится и тут же стучат. Но максимально просили строителей, чтобы все демонтажные работы велись в вечернее, ночное время. У заказчиков к строителям было несколько индивидуальных пожеланий. Одно из них – сделать отдельную раздевалку для девочек, чтобы зимой они могли сменить повседневную одежду на школьную форму. Ремонт этот долгожданный для всех – для педагогов, детей и их родителей. Чтобы детям было удобно заниматься, в первую очередь комфортно, чтобы было тепло, в первую очередь, чтобы было просторно. В первую очередь, ну как бы самое основное. Светло точно будет. Все старые лампы заменят новые энергосберегающие. И кроме индивидуальных пожеланий, в каждом учреждении есть и фронт обязательных работ. Их перечень продиктовала время. Изношенная проводка, водопровод, система отопления. В 10-й школе, говорят строители, очень требовательные заказчики, директор и родители. Начали с марта месяца. В процессе работы возникают трудности, нюансы. Со всем справляемся, находим общий язык, стараемся все сделать качественно. Десятка – одна из старейших и крупнейших школ города. Почти 7 тысяч квадратных метров площади, 4 корпуса. С такими габаритами могут поспорить разве что 16-я и 25-я школы и инженерный лицей. И заключая список самого ожидаемого, больше всего в 10-й школе нуждались в отдельном водопроводе для горячей воды. Старый бойлер решили не убирать. Оставили на всякий случай. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.